Весеннее половодье, только бы не сглазить, в этом году проходит спокойно. Благодаря теплой погоде лед тает на месте. Южные реки уже очистились от льда. На печоре льдоход спустился ниже ермицы и леждука, которые наряду со средним и верхним Бугаевы сильно пострадали в прошлом году. Но, как особо подчеркнули спасатели, это вовсе не означает, что беда миновала. Ситуация на реках меняется ежечасно. Наша съемочная группа на этой неделе работала в Усть-Цильмском районе. И хотя до дальних деревень добраться не удалось, общие настроения стали вполне понятны. Это последние часы ледового одеяла Печоры в Усть-Цильме. Сегодня вода уже чистая. К счастью, для многих сотен жителей района ледоход на главной водной артерии муниципалитета прошел спокойно, без заторов и как следствие затоплений. Но сюрпризы могут подкинуть реки поменьше. Уса и Цильма. Их до сих пор питают тающие снега тундры. Поэтому говорить о том, что опасность миновала, рано. По прошлому году при эвакуации всех, кого было необходимо, их эвакуировали. Это в первую очередь детей, беременных, пожилых людей. Они были эвакуированы в первые дни. Оставались там, скажем так, мужчины, которые смотрели за своими домами. Они сами бы в любом случае не покинули свои дома. В целом, все, кого необходимо было эвакуировать, эвакуация была проведена в полном объеме. Так же, как и в этом году, сейчас составлены списки. Люди все проинформированы. И в таком же порядке будет проводиться с помощью авиасредств и плавсредств. Специальная комиссия Главного управления МЧС России по КОМИ выезжала в Усть-Силимский район, чтобы помочь в подготовке пунктов временного размещения людей, мест эвакуации домашних животных, наладке систем оповещения населения. Сейчас пункты временного размещения подготовлены на базе школ и домов культуры. В Усть-Силимских селах таковых 14. В селе Хабариха в прошлом году большая вода подступала только к порогам домов. Подтопила огороды, мост через реку Ров. Под угрозой оказалась местная котельная. Но все же сельчане отделались малой кровью. Сегодня готовятся принимать в школе и местном доме культуры не только своих, но и жителей соседнего Среднего Бугаева, если им вдруг понадобится эвакуация. Приказы как бы все готовы. Заключено соглашение с предпринимателями насчет питания и эвакуированного населения Среднего Бугаева. Заключено соглашение о привлечении сел и средств в селях предупрежденной ликвидации посвящен ЧАЭС на территории СПХ Бариха, ну трактор, если нам понадобится. Назначено староста об обращении населения. Будет водная с ГАО и ЧАЭС. Мы сразу как бы собираем руководящий состав и распределяем, что кому как действовать. Готова и местная авиация. Аэропортует начальник аэропорта Усть-Сильма Анатолий Попов. Для обслуживания вертолетов запасено топливо, подготовлен личный состав. На сегодняшний день реализуется программа по перевозке пассажиров в трудноступный населенный пункт Усильмского района. Она находится вот на сегодняшний день в самом разгаре. Работаем практически по всем населенным пунктам, как в южном направлении, так и в северном направлении. Впрочем, создается впечатление, что и сейчас, спустя год после крупного наводнения, власти муниципалитета подготовились лишь формально. На всех уровнях рассказывают только о приказах и соглашениях, которыми будут руководствоваться в случае чрезвычайной ситуации. Все формальные стороны мы со своей стороны сделали. Дополнительно к этому выезды были у нас по населенным пунктам, которые будут подвержены поводку. Там провели проверки силы и средств на местах каждого поселения. Буквально сегодня возвращается заведующая отделом в Севернице. Значит, мы заключили договора со всеми, ну, как это традиционно. Плюс, единственное, что мы в этом году заключили договор еще с авиацией на чрезвычайную ситуацию. А так, в целом, ситуация у нас под контролем. Напомним, на комиссии по чрезвычайным ситуациям руководитель Усилимской администрации Алексей Поздеев получил предупреждение о том, что может лишиться должности, если допустит повторение событий весны 2014-го. Тогда в зоне майского подтопления оказались 10 населенных пунктов. Сумма ущерба больше 70 миллионов рублей. Были порождены дома. Люди потеряли вещи. Пришла в негодность бытовая техника. Погиб домашний скот. Восстанавливать пришлось и социальные объекты. Школы, детские сады, библиотеки и даже недостроенный ФАП. По словам главы района, в Верхнем Бугаево под строительство новой амбулатории якобы просто не оказалось свободной и безопасной территории. «Плохо искали», – отрезал губернатор и привел пример Сысольского района. На уровне правительства приняли решение о выкупе частного строения дома для того, чтобы расположить в нужном месте социальный объект, а не тратить деньги потом сумасшедшие, как там предлагается, на какие-то отдельные удаления, которые могут обойтись стоимостью такого же второго ПАПа. И так далее. Я тысячу раз всем говорил и говорю, вы отойдите от стандарта, от шаблона при принятии решений. Позже Вячеслав Гайзер, сложившуюся в Усть-Силимском районе, картину назвал уроком для всех и потребовал реальной работы на местах. Алексей Поздеев отреагировал по-своему. До начала паводка ушел с поста и сейчас работает с приставкой ИО. Впрочем, в этом году о людях позаботилась сама природа. Она в этот раз не буйствует. В целом по республике паводковую ситуацию в главном региональном управлении МЧС тоже оценивают как спокойную. Неудобства этой весной испытывают разве что жители Воркуты. Здесь образовалось свое половодье. Дворы и улицы, которые зимой утопали в снегу, с приходом тепла утопают в лужах. Здесь по утрам, по вечерам люди на работу застревают, выручают друг друга водители. Глубже лужи. Чистят плохо вообще в этом году. В последние дни, особенно вот как почистили, хотя бы благодаря сугробу, мы могли переходить. А сейчас плаваем. Такую картину в Воркуте предрекали еще зимой. Снег из дворов города не вывозили вовсе. Или просто перекладывали с одного места на другое. Как вот на этих кадрах, снятых во втором микрорайоне. Очевидцы утверждали, самосвалы забирали снег около одного дома и вываливали возле соседнего. Туда, где было больше свободного места. Константин Куратов, Максим Никитенко, Олег Костромин, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган о промежуточных итогах еще не завершившегося весеннего паводка.